МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Участвовать в выборах на пост губернатора заявлял еще в апреле. В июле возглавил партийный список Единой России на выборах депутатов Горсовета Красноярска. 27 июля политик планирует провести прямой эфир в соцсетях. Будет отвечать на вопросы красноярцев. Вслед за Катюковым первый секретарь Красноярского краевого комитета КПРФ и вице-спикер Заксобрания Андрей Новак принес в Краевой избирком собранные подписи для регистрации на выборы. Новак заявил, фильтр прошел налегке, так как в рядах КПРФ цитата, множество депутатов по всему региону, конец цитаты. Также кандидат огласил имена тех, кого выдвинет в сенаторы Совета Федерации в случае своего избрания. Прозвучала фамилия, например, коммунистки Елены Родиковой. Предвыборную программу жителям края кандидат пообещал понятную и с реальными мерами по улучшению жизни. Предыдущих кандидатов опередил Справедливорос и депутат ЗС Максим Маркерт. Собранные подписи в Краевой избирком представитель партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» сдал еще накануне, 24 числа. В качестве кандидатов в сенаторы Маркерт предложил замглавы Шушенского района, депутата Гурсовета Норильска Дмитрия Дуброва и депутата Гурсовета Ачинска Владимира Азереденко. Остальные четверо кандидатов, Денис Терехов, Александр Глесков, Ирина Иванова и Иван Сереберьков, еще не прошли муниципальный фильтр. Напомним, выборы губернатора края будут идти три дня с 8 по 10 сентября. В эти же даты состоятся выборы депутатов Городского совета Красноярска, а также довыборы в Заксобрание и Государственную думу по одномандатным округам. Анастасия Цыганова, Новости Прима.